У тех, кто любит спорт, в Славянске-на-Кубани нет преград для занятий. Спортивные школы для детей, залы для взрослого населения, тренажерные комплексы шаговой доступности. Все это способствует пропаганде массового спорта. А для того, чтобы человек любого возраста смог оценить уровень своего физического развития, уже не первый год в городе проводится традиционный фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне». Традиционно массово в Центре спортивной подготовки «Олимпиец» прошел очередной фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне». В нем приняли участие более 200 человек, в их числе работники промышленных предприятий города, студенты сельскохозяйственного и электротехнологического техникумов. Организаторами выступила администрация Славянска-на-Кубани. Сегодня прекрасная возможность проявить свои спортивные таланты, ну и посмотреть уровень своей физической подготовки. Я думаю, это прекрасная возможность для жителей нашего города. Уникальность и популярность комплекса обусловлены тем, что принять в нем участие могут люди разного возраста и физической подготовки, так как упражнения и нормативы прописаны индивидуально для всех категорий. В семье Юлии Кошелевой спорт – это важная часть жизни. Двое детей показывают хорошие результаты, занимаясь в спортивных школах города. И мама не отстает, стараясь поддерживать свою физическую форму. Я считаю, что заниматься спортом – это очень важно, потому что это укрепляет наше здоровье, во-первых. Во-вторых, это укрепляет отношения в семье. Мы дружные, сплоченные, потому что занимаемся спортом. Конечно, каждый, кто участвует в комплексе, мечтает получить золотой значок. Но обладание им – не конечная цель, ведь нет предела физическому совершенству. Получив ранее высшую оценку комплекса, Виталий Меркулов пришел на фестиваль и в этот раз, чтобы не только поддержать своих товарищей по техникуму, но и вновь оценить себя. Я решил попробовать свои физические способности в различных видах спорта и узнать, на что я способен. Я считаю, что любой человек должен знать, на что он способен в любом возрасте. Здесь собралось большое количество людей, которые решили попробовать себя в разных возрастных категориях. К каждой возрастной категории дается своя задача и свои какие-то нормативы, чтобы узнать, на что я способен. Со мной пришли как знакомые, так и тренера, и мои преподаватели. ГТО – это соревнование с самим собой. Участие в нем позволяет оценить не только, бегаешь ли ты быстрее других, делаешь ли больше упражнений на пресс, и не выявляет лучшего стрелка. Оно дает каждому возможность понять потенциал своего тела и определить, в каком направлении стоит работать больше, чтобы иметь гармоничное физическое развитие. Мария Климова, Игорь Иванович, программа «События».